11 марта губернатор Игорь Руденя вновь проинспектировал строительство одного из важнейших инфраструктурных объектов Верхней Волжи – Тверского Западного моста. Глава региона остался доволен темпом работ, особенно отметив, что на них никак не влияет введение санкций против России. Вместе с руководителем региона на стройплощадке побывала и наша съемочная группа. Картинка на всем протяжении стройплощадки меняется буквально с каждым днем. Еще недавно журналистам показывали первые участки, освобожденные от растительности, первые горы песка, отсыпанные на берегу. И вот теперь уже значительная часть территории будущей трассы вдоль железнодорожных путей расчищена, а строители приступили к следующему этапу работы. Стадия подготовительной работы идет, отсыпаем конус, на осыпи делаем площадку под сборку металлоконструкции и бурим БНС – это основание для ростверка поста. БНС – это буронабивные сваи. От привычных нам, которые забивают фундаменты домов, они отличаются как технологией применения, так и изготовления. Ведь их производят не на заводах железобетонных изделий, а непосредственно на стройплощадке. А вот здесь вяжется арматурный каркас для буронабивных сваи. Они нужны для установки каждой из опор моста. То есть вот такая машина бурит скважину, затем устанавливается такой каркас и заливается бетоном. Таким образом, для этого моста понадобится забить 88 вот таких вот сваи. Всего для этого проекта, который включает в себя не только западный мост, но и виадуки, развязки, эстакады, от Горбатки до Комсомолки, понадобится изготовить и установить 192 сваи. Попутно здесь, на берегу Волги, идет забивание шпунта для берега укрепления. Сейчас на площадке задействовано более 50 единиц техники, включая буровую установку. В целом на объекте будет использовано 10 тысяч тонн металлоконструкций, полмиллиона кубических метров песка и 16 тысяч кубометров бетона. По итогам визита губернатор отметил темпы работ, выразив уверенность, что на них не повлияют никакие западные санкции. Очень важно, что сегодня не допущено никаких остановок в проводимых работах, в поставках материалах. Все идет в соответствии с нашими заданиями, с графиком строительства этого объекта. Проект строительства западного моста в Твери реализуется по поручению президента Владимира Путина. Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели будет выделено 11 миллиардов 200 миллионов рублей. В итоге город получит современное сооружение протяженностью почти 3 километра с шестиполосным движением. Это значительно улучшит транспортную обстановку в областном центре.